МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...на связи, но и для того, чтобы мог пользоваться интернет-ресурсами благодаря телефону. Для того, чтобы телефоном пользоваться как средством связи ребенку в младшем возрасте, совсем, конечно же, он не нужен. Это уже где-то школьный возраст. Школьный, да, конечно. А бывает же, что детям дают и младшего возраста, там, от трех лет. Очень много вижу таких моментов, когда ребенок едет в коляске с руками в руках, у него телефон. Но это, конечно же, неправильно, потому что в этот мир ребенок должен смотреть по сторонам, и изучать окружающий мир. Но в то же время в интернетах, в телефонах есть различные игры развивающие, развивающие занятия на внимание, можно учить алфавит, можно учиться считать. То есть тут все такое главное в этом всем соблюдать границы, чтобы были. Границы вы имеете в виду, то есть какой-то определенный контроль со стороны родителей, как его лучше осуществлять, потому что если ребенок идет в школу, у него все в телефоне есть, пожалуйста, кроме там связи, есть еще и выход в интернет пространство, а выйти там можно куда угодно, не только на сайты с развивающими и полезными играми. Вот как быть с этим контролем родителям? Ну, можно отключить у оператора связи просто интернет на этот период времени, и чтобы ребенок пользовался только с Wi-Fi связью, телефоном. А так позвонить, чтобы ребенок мог, или мама могла позвонить ребенку, для этого интернет не нужен. То есть в любом случае контроль осуществляться должен обязательно. Психологи утверждают, что дети не слышат, а видят. То, что видят, в первую очередь у своих родителей, то и перенимают. А родители, взрослые люди, сами, чего греха таить, ежедневно очень много времени проводят с телефоном, в интернете. У многих это, конечно, связано не только с развлечениями, но и с работой. Но, тем не менее, вот ребенок видит папу или маму, которые тоже целый день сидят в интернете, в телефоне. Как быть, что делать родителям? Как-то ограничивать себя, прятаться? Какие тут могут быть меры? Да, безусловно, мы, родители, являемся основным примером для своих детей. И когда родитель сидит в телефоне, в фейсбуке или еще в какой-то соцсети, и ребенку говорит, положи телефон, иди займись уроком, то это, конечно, неправильно, потому что сам-то родитель так не делает. И тут можно разговаривать с ребенком о том, что, например, я тоже слегка зависим от телефона, «Ну, давай с тобой попробуем совместно провести день без телефона». Ну, то есть признать в себе то, что взрослый тоже чересчур затягивает в это, да, таким образом, может быть, отдыхает после работы, там, снимает какую-то тревожность. Как бы, ну, сейчас это такой способ. Но главное признаваться себе в этом, и можно разговаривать со своим ребенком об этом, обговаривать, что, ну, ну, так, что мне можно, тебе нельзя, такого, конечно, быть не должно. Дети сейчас действительно, многие дети зависимы, да, от интернета. И, ну, вот как мы судим, когда выходим во двор, мы не видим фактически сейчас детей. Наше детство все проходило во дворе. Заходишь во двор, дети везде, в каждой точке двора сейчас все обособлены. Сейчас многие сидят дома, а если сидят во дворе, то они очень мало друг с другом общаются. Да, мы не говорим, что это ужасно, и что это так оно и есть, да, на самом деле. Но все-таки в большинстве случаев мы наблюдаем такую картину. Вот что необходимо родителям? Я не знаю, вытаскивать силы и заставлять увещевать, что все-таки нужно погулять, что живое общение, оно все равно гораздо лучше, чем виртуально и больше человеку дает. Вот как направлять воспитание в эту сторону? С самого начала нужно, конечно же, контролировать, сколько времени ребенок может проводить в телефоне. Ну, и причем контролировать не так, что там час посидел, и потом ты можешь за ним, иди гуляй. Да, то есть четко, чтобы родитель проконтролировал, а не ушел в свой виртуальный мир, да, и ребенок сидит час, два, три, потом мама спохватилась, ой, а ты что-то вообще-то засиделся. А час в день ты можешь проводить в телефоне, ты можешь дробить этот час, полчаса, час, полчаса потом, но не больше, и забирать его, прятать, чтобы ребенок не мог взять его, чтобы он понимал. Ну, то есть выработается у него привычка какого-то, как это, правила, правила того, что в телефоне можно играть в игры или смотреть ролики какие-то, вот определенное количество времени. До 10 лет это возможно, после 10 лет уже, конечно, с подростком это будет сложнее. Но, тем не менее, вот до какого возраста, именно до 10 лет необходимо вести такой контроль, а когда можно вот так безбоязненно доверять ребенку телефон и любое интернет-пространство, и не бояться, что он зайдет куда-нибудь не туда? Ну, тут все индивидуально, все зависит от контакта родителей с ребенком. Обо всем нужно разговаривать с ребенком, о безопасности, разговаривать о том, что вот могут быть такие случаи не очень небезопасные, да, и как поступать в этой ситуации, о том, что могут за аватаркой, там, допустим, 12-летнего ребенка может скрываться, ну, какой-то нехороший человек, который может причинить вред. Ну, то есть не запугивать прям совсем, что это кошмар страшно, ну, разговаривать о безопасности. Разговаривать о безопасности в общем или приводить какие-то конкретные примеры из жизни, которые известны? Да, можно приводить примеры, например, вот всем известная КИД, да, вот эта вот соцсеть, которая, ну, совсем небезопасная, можно такой пример приводить, да. Какие опасности может таить чрезмерное увлечение ребенка интернетом? Потом же могут возникнуть большие сложности уже во взрослой жизни, в обыкновенных человеческих взаимоотношениях, если человек слишком сильно с самого детства зависим от интернет-среды и от этого общения только в онлайне. Да, но тут надо понимать, это зависимость уже, когда ребенка ты зовешь, там, бросай телефон, пойдем поиграем в мяч, или за тобой зашел Вася, иди погуляй, да, или Маша, и ребенок такой, нет, мне ничего не интересно, целый день сидит в этом гаджете, то тут да, тут уже зависимость, и просто так тоже от нее не избавишься. Это как и у взрослого алкогольная, допустим, зависимость, да, ребенок просто, и тут тоже надо понимать, что, почему он туда ушел, да, какие-то тревожные моменты, значит, надо с этим разбираться и готовить ребенка к тому, чтобы выходить из этой зависимости. Не резко, отобрал телефон, и все, и ребенка будет ломка, ну, реальная, потому что у него нету этого. Вот если мы говорим о такой крайней ситуации, да, когда явная зависимость, когда она налицо, родители самостоятельно могут с этим справиться, или все-таки необходима помощь специалистам? Лучше обратиться к специалистам, конечно, чтобы оценить вообще степень вот этой зависимости, и что стало следствием того, что ребенок окунулся в эту интернетную жизнь, и его вокруг ничего не интересует. В этом надо поразбираться, конечно. Ну вот тут еще очень важно соблюдать эту грань, чтобы ребенок не ощущал и не думал о том, что он живет в мире сплошных запретов, да? Вот сегодня ты не будешь сидеть в интернете, сегодня ты пойдешь гулять, потому что так надо, мы тебя заставим это делать, да? Вот туда не ходи, сюда не ходи. В конце концов, это тоже, ну, чревато и может развить комплекс неполноценности. Как вот эту грань соблюсти с вашей точки зрения как специалиста? Можно планировать с ребенком, составлять план на день, там, с утра с 7, с 8 до, там, скольки-то ты учишься, потом ты там отдыхаешь час, как ты отдыхаешь, может, ты полчаса посидишь, там, поиграешь в игру, а может быть, ты полежишь, там, потом ты делаешь уроки, допустим, или уборка по дому, а потом опять полчаса ты поиграешь, потом пойдешь погуляешь, ну, то есть составлять распорядок и включать вот этот интернет-пространство в распорядок. Тогда ребенок будет привыкать к этому дозированно, получать и уже будет знать, что это время его для гаджета. Ну и, конечно, очень важны отношения с родителями, простое, нормальное человеческое общение для того, чтобы, допустим, те же выходные, вот как часто сейчас бывает, да, родители в свои гаджеты уткнулись, ребенок в свой гаджет. Понятное дело, что сейчас у нас сложная ситуация, сейчас там лучше лишний раз куда-то не выходить в какие-то общественные места, но мы надеемся, что скоро все это закончится, и жизнь вернется в прежнее русло, пойти куда-то погулять, общаться, рассказывать, учить чему-то. Ребенка это тоже крайне необходимо? Конечно, в любом случае, то есть, если вы видите даже вот на ранних этапах, что ребенок завис в телефоне и не может его оттуда вытащить, предложите ему что-то более интересное, да, если это маленький ребенок, то давай полепим, давай порисуем, но это обязательно нужно делать совместно с родителями, не надо думать, что родитель забрал телефон у ребенка и дальше пусть ребенок сам как хочет, так и будет со своим временем, то есть нужно уметь тоже проводить с ребенком время, быть в контакте, чтобы была обязательно совместная деятельность, рисование, походы, гуляние, общение, вот именно непосредственно прям вот разговаривать глаза в глаза, не просто когда мама моет посуду, а ребенок там рассказывает о том, что у него произошло, а именно сели, поговорили, пошли погуляли, поговорили, да, живое общение обязательно должно быть, и тогда даже ребенок будет понимать, что есть что-то интереснее, чем гаджет. Да, это очень важно, живое общение и настоящая живая жизнь в том виде, в каком она есть, потому что жизнь в онлайне, жизнь в интернете, мы не говорим о том, что сейчас это плохо, но у всего есть свои негативные, свои отрицательные стороны, жизнь в онлайне, особенно касается и девочек, да и мальчиков тоже, да, как правило, преподносится какая-то очень красивая, совершенно нереальная картинка, да, вот что касается внешности людей, и сейчас мы видим, насколько можно идеализировать собственную внешность, и даже в соцсетях смотришь, там, когда ты видишь человека на картинке, потом встречаешь его в жизни, это два абсолютно разных человека, здесь тоже это очень важно, потому что потом у ребенка могут возникнуть проблемы, вот этот вот выход из этой онлайн-жизни, из того, что он видит, и то, в каком виде ему преподносит что-либо в интернете, и то, что есть в реальной жизни, то есть неготовность принимать жизнь реальной, такой, какая она есть. Мы уже говорили об этом немножко выше, что если мы видим, что ребенок уходит в эту интернет-зависимость, что ему уже не очень-то интересно пойти с друзьями погулять, да, или съездить там на море, или выйти в поход, и это уже проблема начинается, и ее нужно, конечно, предотвращать. Это и есть вот интернет-зависимость, которая, да, там кажется лучше, там нет эмоций, да, дети, когда переписываются, они же не видят, не слышат эмоций, с которыми они что-то себе там додумывают, задумывают, воображают, может быть, находят какого-то воображаемого друга, который кажется, что на той стороне его поддерживает, там, сочувствует, а это должны все давать родители, и поддержку, и сочувствие. В соцсетях нет никаких возрастных ограничений, в принципе, человек любого возраста, и ребенок в том числе, может беспрепятственно завести страницу ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме и где угодно. А родителям все-таки лучше контролировать эти социальные страницы своих детей, их переписку и все то, что там происходит? И как это делать? Тайно скрывая от ребенка или все-таки так, чтобы он знал, что контроль есть? Значит, здесь, конечно, так главное не перегнуть палку вот этого контроля, потому что, например, тем же родителям будет не очень приятно, если ребенок возьмет телефон, да, и зайдет в мамину соцсеть или папину, и начнет читать его переписку. Это как-то нарушение личных границ, да? То есть ребенок уже, который пользуется соцсетями, это уже личность, да? И у него тоже могут быть границы, и ребенок также может злиться на родителей, да? И, допустим, родители не разрешают злиться на себя, как ты можешь там с мамой, с папой так разговаривать, да? А злость-то у него все равно есть, где-то родители поругали, может быть, чересчур сильно, и ребенок злится, и, возможно, он пошел, написал какую-то своему другу, там, мама меня сильно поругала, ах, она такая… Ну, это его чувства, это его эмоции, он имеет на это право. А мама может залезть туда и не совсем адекватно это воспринять, да? И, ну, я считаю, что это нарушение границ ребенка, и здесь, опять же, нужно разговаривать о том, о безопасности, да, в интернете. И можно договориться о том, что, например, из-за того, что я переживаю за тебя, да, и есть не совсем безопасные, да, там, группы или люди бывают, скрываются не очень хорошие, да, я бы хотела, давай с тобой договоримся, что там когда-то я буду проверять группы, в которых ты состоишь. Таким образом у ребенка будет возможность подчистить свою какую-то переписку, а мама зайдет, посмотрит, что там, ну, все безопасно, да, там нету группы типа «Синий кит», там еще что-то такое, и фотографии все, и, как эти, комментарии, да, то есть все это посмотреть и отдать ребенку, но только с разрешения ребенка, потому что это его личная жизнь стала. Итак, Светлана, давайте еще раз резюмируем все то, о чем вы сказали, что необходимо знать родителям, что необходимо им предпринимать для того, чтобы общение их ребенка в интернет-пространстве было максимально для него безопасным. Беседовать с ребенком, вводить правила на пользование гаджетом определенное время, беседовать с ребенком о безопасности, проводить с ребенком больше времени и, конечно же, самому не сильно увлекаться гаджетами. Спасибо вам большое за беседу, надеюсь, что она будет полезной для многих наших родителей. А зрителям напомню, что сегодня у нас в студии была психолог Светлана Григорьевская. Берегите себя и своих детей, будьте счастливы и здоровы. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова